всем привет все кто занимается авиамоделированием рано или поздно хотят попробовать полетать на квадрокоптере и приобретают либо готовые решения либо как я квадрокоптер f450 это кит набор собираешь сам программируешь и учишься летать после того как естественно вы научились летать вам хочется попробовать другие типы там квадрокоптеров и начинаете искать в интернете для вас ваших решений более лучшие варианты скажем так и неоднократно натыкаетесь на такой квадрокоптер как мавик вот его клоны которые я сделал вот у любителей у тех кто уже давно занимается он очень прославился этот квадрокоптер за его стильный дизайн технические летные характеристики то что его лучи складываются лопасти складываются пропеллеры и для удобства транспортировки это очень великолепно решение но посмотрев на цену в которой валируется 60 до 90 тысяч ну приходите в ужас потому что вы понимаете что такую сумму не потянете вам скажу так ну не за что взять такой квадрокоптер и на сайте тингиверс один из любителей выложил стл файлы для печати на 3d принтере вы просто скачиваете их если у вас есть 3d принтер распечатывайте если нет обращайтесь за платными услугами и собираете всю начинку в мавика я буду устанавливать непосредственно с f450 и будет много видео по что в одно не уложиться как это все сделать значит вот этот клон это уже по тем файлам который нам предлагает на тингиверси распечатанный но он очень маленький вот и как бы ну все не залезет я хочу непосредственно уже установить в него apm 2.6 наш контроллер полета с автопилотом чтобы выполнять все функции возврата домой по gps держать высоту по барометру в общем полноценный квадрокоптер функции автовозврата и мне пришлось масштабировать чтоб все это уместить вот он промасштабированный сюда вмещается буквально батарея допустим там на 2200 миллиампер часов и полетный контроллер сюда можно установить наверное какая 215 здесь же я буду устанавливать apm 2.6 и расскажу вам в одном видео как промасштабировать если вы хотите всю электронику засунуть сюда и ну и проблемы с печатью и вообще проблемы его со сборкой данный вот квадр этот черный его вес составляет 260 у этого же вес 290 но здесь лучи со стопроцентным заполнением корпус 50 процентным заполнением здесь я намного уменьшил здесь корпус 30 процентное заполнение а лучи 25 но прочность не изменилась и также он прочный тем самым я просто уменьшил вес что очень важное для нас вот наш мавик в собранном состоянии и уже в промасштабированный я засунул аккумулятор на 5000 миллиампер часов как видите все что залазит без проблем ну и расскажу как это сделать пользуюсь программой куры вот вы скачиваете файлы и вот допустим на вот этой средней части я вам покажу это сделать как берете аккумулятор измеряете его высоту моем случае то 23 миллиметра но проблема такая то что вот эти ушки они тоже распечатываются увеличиваются это расстояние получается гораздо меньше если вы поставите в печати 23 миллиметра по высоте вам этого не хватит вы просто такую печать печать деталь берете нажимаете на нее сюда и видите что по высоте она 19 миллиметров вот зайдем сначала откроем и удаляем и ставим не 25 30 миллиметров как я делал все 30 есть изменения в процентах получается по оси z вот 1 1 целый 579 здесь я промасштабировал тоже немножко и по остальным параметрам поставил вот так вот 115 и здесь также изменяем 115 все как раз это в моей области печати все входит на мой стол печатаю на они кубик ай-3 вот дальше такие вот параметры высота слоя задавал 25 толщина стенок 04 но на корпусе я указывал 08 ну такие делаете параметры толщина верхний с 04 плотное заполнение ставьте 25 ну и все остальные параметры под то как у вас пластик плавится температура плавления у меня 195 скорость печати 60 температура стала 65 поддержки дней какой я не делал все в этот файл сохраняете и распечатывать если взять вот эту вот желтую нижнюю часть нашего катокоптера берем файл нажимаем и смотрим процентное соотношение по 100 процентов и также изменяем но уже все одинаковые параметры 115 сохраняете копируйте на флешку и распечатать все остальные параметры такие же как и предыдущие также прийти файл с лучами и также по всем и трем осям ставите коэффициент 1,15 с передними лучами здесь также надо изменить по оси z берем файл нажимаем открываем по первым параметрам 115 по оси z ту величину на которую мы увеличили и верхнюю часть это у нас было 1579 все и и непосредственно надо так так как мы задали вот эту часть выше соответственно и луч должен выше и все остальные параметры такие же при печати также нюанс один еще при печати вот этой вот защелки нашей верхней крышки чтобы ее промасштабировать ну берем файл непосредственно нашей защелки и уже x делаем 115 и z 115 а вот y уже ставим ту величину на которую мы увеличили нашу вот это вот расстояние так как защелка она лежит на боку не стоит уже по оси y тупо изменим 1579 и все больше никаких тут проблем нету с печатью так что ничего здесь сложного нету после того как вы распечатали вот в этой нижней части необходимо убрать лишнее как видите вот я просто взял кусачками и отломал и вам также не понадобится 6 саморезов и такие гаечки шайбочки винтики в моем случае на м4 как вы промасштабируйте такие вам нужны здесь вот исполнен использовались м3 отвертка понадобится щипчики такая вот отвертка под шестигранники там винты все используют для крепления двигателей остатки от этого квадрокоптера при сборке китайцы их там накидали очень много двигатели здесь вот эти я не буду ставить на марика вот эти по характеристикам и по отзывам многие жалуются то что у них слабые подшипники выходят из строя в итоге я заказал 4 двигателя 2212 на 1000 кв вот и их буду устанавливать и здесь тоже возникают небольшие проблемы с установкой двигателей на лучах так как если мы этот промасштабировали у нас будет не видно здесь два отверстия всего на все подкрепление двигателя здесь они совпадают при масштабировании они немножко уже не сходятся берете непосредственно крестовину от этих двигателей прикладываете и аккуратно тоненьким сверлом просверливаете чтобы подошло с обратной стороны надо уже брать более толстое сверло и также немножко просверливать но не до конца чтобы можно было прикрутить наш винт с двигателем вот так же идете в автомагазин и приобретайте вот такой вот комплект но их 4 штуки всего-навсего за 40 рублей пружина такие вот типа как стаканчики держать или пружину вот эта часть нам не нужна будет и устанавливаете их вот вот в эти лучи они у нас так как складываемые пружины нам позволяет делать натяжение и на луче есть паз который входит сам непосредственно вот как видите в раму и производите натяжение как вот у меня допустим здесь потому что так очень слабое натяжение расхлябанное так скажем здесь намного лучше и как видите вот держится никуда она уже не шевелится по сравнению с этим вот уже собрано все двигатели на лучах но возможно лучше сначала припаять удлинить наши провода которые будут уходить в корпус и после этого наверно только прикручивать их к лучам такие два момента два двигателя вот сбоку получаются провода а два уходит так вот ровно в лучи но их можно здесь аккуратно заправить чуть-чуть обведя лучах у нас пространство они будут уходить через весь луч непосредственно в двигателе до крестовину который я прикладывал это шла из комплекта этого двигателя разметка нижних точек крепления стаканчики вот эти вот с пружиной это непосредственно в автомагазине это стопоры тормозных колодок если будете так также собирать и такие же элементы использовать вот соединял наш орду коптер наш контроллер полета 2.6 опием как видите он сюда свободно влазит и остается место как раз под приемник который будет выдавать сигналы непосредственно на автопилот а он уже будет через регулятор который будет располагаться вот здесь давать сигнал на наш двигатель и но это уже будет другое отдельное видео до конца